Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Константин Иванов, и сегодня мы выходим из мобильной студии Первого медицинского канала, которая расположена в экспо-центре на Красной Пресне. Сегодня мы проводим ряд прямых включений, это прямо сейчас прямое включение с Ассамблеи Здоровья Москвы, где мы встречаемся с нашими лучшими экспертами. И первый сегодня наш эксперт, это Процент Кагинис Николаевич, главный специалист по анестезиологии и ренематологии, и главный врач больницы имени Юдина. Здравствуйте! Денис Николаевич, здравствуйте! Прежде всего, мне очень любопытно, поскольку вы завтра, если я не ошибаюсь, модерируете сессию, как врачу и пациенту понять друг друга. Тема действительно крайне актуальная, поскольку не так давно было собрание в Казани, я думаю, что вы прекрасно знаете, но там тема была немножко другая, по поводу клиентоориентированности в целом. Вот есть ли, как вы считаете, с этим какие-то проблемы у нас все-таки у врачей? Потому что я знаю, что в больнице именно Юдин, так во всяком случае делятся коллеги, она нацелена на клиентоориентированность все-таки. На какой вопрос отвечать? Вы задали много вопросов. Давайте я вам расскажу про завтрашнюю сессию. Я думаю, есть ли проблемы или нет, мы увидим завтра по количеству слушателей, которые будут в нашей аудитории, потому что изначально наша секция готовилась мною не только как главным врачом, но и как главным специалистом по анестезиологии и реанимации. У нас завтра будет начало секции с традиционно ставшим традиционным форматом в этих стенах. Мы будем поздравлять главного лучшего анестезиолога-реаниматолога 2018 года. А потом, вроде так, анестезиолога-реанимационная тема, но мы пригласили действительно экспертов российского уровня, лучших из лучших, и будем обсуждать сложности коммуникационных навыков, потому что, к сожалению, есть ли проблема? Да. Почему? Потому что много лет нам преподавали этику и деантологию, но не преподавали такие, например, навыки сообщения плохих новостей. Как маме сказать, что ее ребенок умер? Для этого тоже же есть целые тренинги, целое обучение, и это то направление, которое в московском здравоохранении последние годы развивается на всех этапах, во всех больницах. И завтра мы попытаемся обсудить этот вопрос, потому что без нормальных коммуникаций нет пациента-ориентированности. Отсутствие пациента-ориентированности – это чаще всего отсутствие правильной коммуникации, потому что мы делаем все для больного, сплошь тотальное КТ, обследование, но не объяснив, что, зачем, как мы для него делаем, у пациента остается ощущение, ну да, свозили меня в КТ-кабинет, что дальше? А то, что там за 3,5 минуты вы в этом КТ от макушки до пяток просканировали, исключили или подтвердили какое-то заболевание, просто мы этого не объяснили. И вот эти, казалось бы, небольшие или большие разрывы коммуникационные в итоге приводят к неудовлетворенности, к ощущению отсутствия пациента-ориентированности и отсутствия невысокого качества медицинской помощи. Я думаю, что завтрашняя секция наша позволит эту проблему раскрыть и помочь врачам сделать еще один шаг навстречу нашим пациентам и их родственникам. А как Вы считаете, поскольку вот это была большая школа относительно клиента-ориентированности, приезжали большие специалисты, мы все прекрасно знаем, из Кливленда, клиники Мэйо, как Вы считаете, вот те технологии и та клиента-ориентированность, которая существует, например, в Соединенных Штатах Америки, учитывая нашу ментальность, ее можно сюда приобщить и внедрить в наших условиях? Мне кажется, мы какие-то искусственные границы для себя возводим, ментальность. Что, в Кливленде нет людей, которые приходят в больницу не в трезвом виде, как и у нас? Есть, конечно. Поэтому я думаю, что игнорировать опыт, опыт, который дал результаты, нельзя. Но надо понимать, что там Мэйо и Кливленд шел к тому, что они сейчас есть, до 25 лет. Сделать этот скачок за полтора года, за два года абсолютно нереально. Поэтому одна из идей, которую, мне кажется, мы должны все понимать, что приобретая и используя чужой опыт, надо понимать, что этот опыт строился на достаточно длительном протяжении времени. И вот так вот за минуту все не получится. То есть мы должны этот опыт брать и каким-то образом имплементировать? Да, конечно, учитывая особенности, учитывая там особенности архитектуры здания, учитывая особенности работы клиники, учитывая эпидемиологический сезон, когда мы там по каким-то причинам можем быть, клиника может быть закрыта, да, по эпид-показаниям. Но важно ведь не просто повесить объявление «карантин», а важно в этом объявлении в 10 слов найти ту фразу, которую у человека оставят две эмоции. Да, то, что о нем подумали, и то, что ему доступно объяснили, а почему же в клинику не пускают. На Ассамблее здоровья принято подводить итоги за год. Вот скажите, пожалуйста, каких успехов, как вы считаете, удалось добиться больницы Юдина в этом году? У нас очень было много событий различных, больших, маленьких. Для нас они все большие, но я думаю, что самый большой успех больницы Юдина – это та команда, с которой мы работаем, вот эти заведующие, сестры, буфетчицы, лифтеры. И я считаю, что самая большая ценность больницы Юдина – это та команда, которая понимает, что такое пациент, ориентированность и к ней идет. Денис Николаевич, очень здорово, что вы об этом говорите, поскольку далеко не каждый главный врач говорит про средний и младший медперсонал. Насколько это важно для больницы? Еще раз говорю, это очень важно. Я в каком-то из интервью, касающемся анестезиологии и реанимации, говорил, сохраняя полное уважение и пиетет к врачам, анестезиологам, реаниматологам, что 80% успеха лечения пациента в отделении реанимации – это работа наших медицинских сестер, младших медицинских сестер. И я от этих слов не отказываюсь. Может быть, в целом стационарик, там, где хирургии больше, этот процент идет в сторону врачей, но я думаю, все равно это больше 60%. Хотим мы этого или не хотим, это факт, и его надо признавать. Не так давно мы общались, в целом, в этом году, поскольку год объявлен годом онкологии, мы общались с большим количеством онкологов, и они говорили про профессиональное выгорание. Насколько много и часто вы видите профессиональное выгорание в вашей среде? Ну, я думаю, то, что я вижу, это вторая история. Главное, что по этому поводу говорят психологи и коллеги, которые занимаются обследованием популяции врачей, анестезиологов, реаниматологов, и во всем мире этот факт подтверждается, что наша специальность выгорает быстрее всего, в нашей специальности наиболее высокий удельный вес суицидальных попыток, и это тоже такое косвенное подтверждение быстрого выгорания. Почему? Потому что мы работаем в истории невероятных нагрузок, большого потока пациентов, и там, в отличие от тех же терапевтов, которых мы любим, нам надо решения принимать очень быстрые. Мгновенно. И зачастую мгновенно, и мы прекрасно понимаем, что от этого решения зависит, ну, давайте так без громких слов, но действительно жизнь пациента, и это надо понимать, и этот груз ответственности для любого доктора, который там не улетел в космос, он с этим живет каждый день. Как вы считаете, все-таки есть у нас проблема с этими профессиональными психологами, как вот есть проблема, мы это знаем с онкопсихологией пока, так и с психологами для врачей? В больнице Юдин я могу смело сказать, что этих проблем, я надеюсь, нет. Почему? Потому что у нас есть служба медицинских психологов, у нас работают два медицинских психолога, оба завтра они, конечно, будут выступать на нашей секции, и работа этих медицинских психологов, она связана в первую очередь, заключается не в работе с пациентами, а в работе с докторами, ими с докторами, в том числе и обучению докторов правильным навыкам современного общения с пациентами. Спасибо большое, Денис Николаевич. Спасибо. Спасибо.